Всем привет! У меня опять ичмей на глазу, ладно, фиксим. О, я всё страдаю с этим маленьким чудовищем. Опять ничего не ест, ну что делать? Короче, сегодня даже утром жидкий корм и то не ел. Я вообще в шоке. Главное, живота нету, вурчит в животе, видимо, есть хочет, я не знаю, и ничего не ест. Ну, на больного-то он не похож, не притворяйся. Вот. Глаза там закатывает. Вот. Это. Ну что, я дала ему колбасу немножко. Мне его так жалко стало. Сейчас Настя написала, она меня ругает. Говорит, не надо ему что давать. Я говорю, он помрёт с голоду, а не ест. Говорит, ничего не помрёт. Ей, ёлки-палки. Я ей говорю, давай, может, на обычный корм переводить. Нет, не надо. Ну, с одной стороны, да. На обычный корм, это надо думать, что готовить каждый раз разное. Потому что, ну, всё-таки разное должно меню быть. А в сухом там всё-таки всё сбалансировано, и витамины, и всё. И вот. Короче, я не знаю, это какая-то проблема. Я первый раз вижу собаку, которая ничего не ест. В основном, всегда они как проглоты, всё сметают, что бы им не дали. Я на колбасу сожрал. Колбасу съел, да? А корм не сухой, даже сырой, который ел вот эти два или три дня. Хоть этот ел. Утром сегодня вообще его не ест. Понюхают и уходят. Ну, что делать? Офигеть. Спит. Может, он опять не выспался? Кошмар. С Настей, он по леру в школу собирается. Вот. Так что. Идём в школу. Погода у нас зимняя. Между прочим, каждый день снег идёт. Но тёплая. Каждый день он тает. Идёт и тает, идёт и тает. Зимы не предвидится, да? Любимчик наш. Короче, Настя, там хорошо, да, на работе командовать. А мне тут с ним мучайся. Ладно, пошли в школу. Только что вот пожаловалась. Смотрите, ест. Прям подошёл ко мне и такими голодными глазами смотрит. Я говорю, ну на, ест. Обратно он под горошинки некоторые выкидывает возле себя. Он валяется. Но ест. Лерка сейчас вам смекту дала, выпила. А это нас Настя вчера компот заработала. Там соседям капельницу ставила. Вот, они компотом угостили, конфетами. Конфеты она себе забрала. И денечку, наверное, заработала. Не знаю, не спрашивала. Вот, хорошо быть медсестрой. Ой, снежок хороший. Вон там налепили. Кого налепили? Зайчику. Ой, кто-то на лавочке сидит. Ой, прикольно. Зайца сделали на лавочке. Классно. С морковкой. А тут кто? Это с ушами кто-то. Котик. А котик. Тоже с морковкой. Понятно. Это что-то маленькое. Не вчера. Не, вчера другой был. Это. Ладно, пойдем. Пойдем так. Ну какой с горки, Лер? Ну блин, сейчас все мокрое будешь. Что? Побежала на горку. На латрушках в этом году, наверное, свет выключили. Время уже. Время у нас 8 часов. Свет выключает на улице. Уже светло. Раньше часов 10. Отключали полдесятого. Опа. И все. И все в снегу. Все. Отрыхайся. Пошли. Так, сделала я тесто для пирожков. Тесто какое-то необычное. Короче, я первый раз такое для пирогов тесто делаю. Оно как песочное что-ли получится, я не пойму. Потому что там пачка маргарина. Как песочное тесто делается. Кефира полстакана, яйцо и мука. И соль. Там без сахара. Только соль. Соленое тесто. Не знаю. Понравится моим. Нет, они любят все-таки сладенькое тесто. Но сделала соленое. Сейчас вот приду. Сейчас ухожу за Эйвоном. У меня пришел заказ в Эйвон. Пойду за посылочкой. Вот кому надо рецепт. На паузу. Картофельные пирожки. Так, сейчас вот перекушу. Сейчас не обедала. Что-то не охота есть. Буду есть фрукты. Да. А не бутерброды с колбасой. Какие-то апельсины большие. Ароматные. Ну, что-то не очень сладкие. Но главное, что не кислые. Ладно. Так, получила я Эйвон посылочку. Сейчас вместе с вами распакуем. Потому что обзоры, конечно, я снимаю. Но я снимаю только на те продукты, которые лично мои. Которые я лично получила, для себя купила. Которые я пощупала, потрогала. Понюхала, я отставляю отзыв, рассказываю про него. А те товары, которые у меня люди заказывают, я их не показываю. Сейчас я просто быстро покажу, что вообще у меня в заказе. А уже обзор смотрите, скорее всего, в следующем видео. Вот. Что у меня в заказе. Так, посмотрим. Так, ну это как всегда. Листочки. Каталоги. Новые. Ой, это какой-то кот тут, не знаю. Вот. Это я Лере заказывала. Мешок. Пена. Пенка для лица очищающая. Пилочки для ногтей. Это сухой шампунь. Это не знаю что. Посмотрим. По-моему, какой-то подарок. Это пилинги. Ровно тон и укрепление. У меня таких два. Вот про пилинги я скажу, потому что это два не моих пилинга. Это два у меня заказали. У меня тоже такой был пилинг. Но у меня заказали те, у кого проблемная кожа. Очень хорошо помогает, говорит. Я не знаю, но вот второй раз уже заказывает человек. А у меня тоже был, ну, у меня не проблема кожа, я насчет этого не могу сказать. Но она, да, она, как тут описано, ровный тон делает. Ну, я проходила курс, от курса толку мало. А вот, как бы, один раз намазала, сразу делает ровный тон. Патчи для глаз есть. Вот, положил их под глаза. Ну, там, какое-то время снял. Два-три часа у тебя там мешков почти нету. Потом опять то же самое. Так и это, ровный тон у тебя лица. Потом через какое-то время опять то же самое. Шампуни. И бальзам. Потом что еще? Дезодорат для ног. Еще один, другой тоже для ног. Ножнички. Туши. Это тоже, по-моему, туши. Туши. Ну, короче, по-моему, туши. Так, еще вот про это маслице. Это тоже у меня заказали. Про него в обзоре не будет. Масло для всех типов кожи. Легкое масло для лица. Тру вот эта фирма. У меня был такой пробничек. Я пробовала. Очень хорошее масло. Ну, конечно, его не надо пользоваться, когда это... Ну, перед нанесением косметики. А вот именно, когда у вас есть свободные полчаса, нанес немножечко, прям надо капельки. Оно впиталось, и прям кожа мягкая-мягкая, бархатная. Так. А, вот маску. Это тоже заказали у меня. Тоже очень ее хвалят. Но это хвалят ее в группе. В Телеграме. Группа Эйвена есть. И вот там эту маску от проблемной кожи. Очень хвалит. Так, водичка это. Это у нас что? Гранаты манго. Это тоже у меня заказали. Не знаю запах какой. Не буду пробовать. Помады тоже у меня заказывали. И, ну, на этот анальный крем. Ну, вот. Испекла я в моей дебильной духовке пирожки. Намазала их все желтком. Намазала толку, да? Надо было, как обычно, все-таки перевернуть. Я их раз так переворачиваю. И с другой стороны поджариваю. Я хоть раз не стала переворачивать. Желтком намазала. Думала, все-таки подрумянится. Нифига. Бледный, как поганки. Ну, ладно. Надеюсь, на вкус это не влияет. Так, у нас 9 утра почти. Леру я отвела. В магазин забежала. Так, не стала я сегодня продуктов на целый день покупать. Сегодня пятница. Уборка решила завтра. Куплю, докуплю. Сегодня купила. Вот сегодня покушать. Сосисик купила. Готовить тоже так ничего не буду. Свалю сосисик и все. Купила вот такое мясо. Второй раз. Вот раз покупала из свиных голов. Заливное. Мне понравилось. Вот он 199 рублей. Батончик. В диксе. Маленький вот этот. Вот. Мне понравилось. Вот 400 грамм здесь. Вкусно. Купила к нему еще вот хрена, горчички, хлебушек. Это я себе на завтрак купила. Сейчас поем. Вот. А больше еды ничего не покупала. Завтра пойду, наверное, схожу в магазин. Так, и сегодня у меня в планах что? В планах у меня сделать уборку в нижней части кухни. Вот. Самое страшное, конечно, это моя духовка. Я даже ее показывать не буду. Ну, она там, ее, короче, отмывать надо конкретно там. Вот. Дел, короче, много наверху. Все здесь надо разобрать, отмыть. Вот. А, вот пирожки. Что с моими пирожками? Ну, половину уже, наверное, съели. Настя, Лера в школу взяла. Денис на работу тоже взял. Ну, конечно, тесто это дрожжевое, сладенькое. Вот это, конечно, вкуснее в сто раз. Это соленое. Вот я даже не знаю, как это, что это за тесто. Ну, вот на маргарине вчера говорила. Ну, съесть, конечно, все съели. Нормально, вкусно. Ну, все-таки вкуснее, сладенькое дрожжевое тесто обычно. Так что эксперимент не удался, скажем так. Вот. Что еще у нас? Короче, время 9. Сейчас я быстро завтракаю. И сегодня начну пораньше делать уборку, потому что дел куча, много, чтобы до вечера все успеть переделать. Начну я уборку с чистки барабана стиральной машины. Вот я покупала средства уже давно в фикс-прайсе. Сейчас, не знаю, наверное, не продают. Вот такие. Насыпала стакан мерочный. Средства сюда. Дальше. Забросила прямо этот стакан сейчас в барабан. Вот у меня есть средства. Тут написано. Нажать и удержать 3 секунды до переключения на функцию очистить барабана. Вот я удержала вот эти, вот видите, нарисованы две кнопочки. На 3 секунды. У меня получилось вот такое меню и пуск. Все. Теперь у меня вот в час 21 будет чиститься барабан от накипи. Ну и вообще от грязи. Я не знаю, что он там чистится. Так. И потом я вот эту штуку открою и почищу там. Там скапливаются все мелкие вещи, которые попадают, ну там из карманов, резинки там, денежки или что-то еще. Вот. Потом я, у меня пока посудомойка моется, сейчас она помоется. Я, наверное, тоже вот это средство туда положу и тоже помою. Ну, запущу ее. А вообще вместо специального средства можно заменить лимонной кислотой. Ей можно и накипь в чайнике, прокипятить и машинки. Мы тут собираемся с Дэнди гулять. Одел ему ошейник. Ну и как вы думаете, как вместе гулять? Дэнди, тебе нравится твой ошейник? Шлейки ему все большие. Решили ошейники. Чтоб не убежал. Вдруг убежит. Дэнди, пойдем. Как ты будешь ходить? Покажи нам. Так? Да тебе потому, что ты психованная собака, Дэнди. Так не надо. Тебе что? Не нравится? Пойдем. Пойдем. Не, я так с тобой гулять не пойду. Это что за психованная собака такая. Вчера, представляете, подрались они с белым котом. Он ему, видимо, в глаз выколол. У него из глаз и кровь шла. Ну, немножко так. Но все равно... Ну, не, ну, сегодня глаз нормальный. Вчера так немножко слезился. Кровь так пошла. Видимо, куда-то там задел. Не знаю. Мы все испугались, кошмар. Ну, все, машинку запустила. Сейчас буду брызгать в духовку. Побольше вот этим средством Сикс Прайса, который такой ядреный. Сейчас искала маску для лица. У нас где-то валялось. Не нашла. Такую, ну, больничную. Вот. Ну, буду закрывать полотенцем рот, потому что я потом не могу дышать. У меня это все кашель от этого средства, вот от распылителя. Вот. Но зато нашла перчатку у Насти. Вот. Так что буду сейчас забрызгать. Через час, наверное, буду ее мыть. А еще у меня в каждой комнате есть такие места, в которых я складываю то, что нахожу. Вот, например, здесь у меня в чашках. В других комнатах у меня у каждой комнаты, наверное, свое такое место есть. Я нашла резинку. Мне лень ее тащить, на место ложить. Я сюда разбросила. Вот что у меня здесь вверх. Я нашла, ножички валяются на столе. Мне лень же не встих. Я раз сюда бросила. Вот. Кто-то нитки оставил где-то. Это же резинки. И вот каждая какая-то ватка. Вот что-то вся мелочевка, которая попадается мне в комнате. И мне лень нести ее в другую комнату, ложить в шкаф, на место. Я все сюда брошу. А когда вот приходит генеральная уборка, то я их разбираю. И отношу все по местам. Вот так вот. Я сейчас в духовку. Все равно хоть полотенце держала. Все равно все раскашляет. Глаза просто лизились. Короче, ужас. Сейчас хочу попробовать стол. Вот так вот не видно, что он грязный. Вот жирно. Ну, видно, вот тут немножко пятно. Тут стакан стоял. Вот. А так, вроде кажется, белый стол. Сейчас вот побрызгаю, посмотрим, что вот проявится. Не знаю, видно вам, где... Я опять даже говорить вам. Он прям вот как будто весь желтый. Даже посередине, где прям было... Мне кажется, все чисто. Не знаю, заметно нет. Он прям весь желтый. Сейчас я буду отмывать его. И пока я не забыла, хочу... Вот я еще не доубиралась. Хочу дать отжив на эту кухню. Этой кухне у нас 7 лет. Я хочу сказать, почему ее не надо покупать, такую кухню. Она у нас сделана... Самая дешевая была на заказ кухня, которая сделала она из пленки. Вот это вот вверх. Это пленка. Сама кухня нормальная. Вот эти 7 лет, они как новые. Сами вот эти деревяшки или как они там, опилки, не знаю. А вот пленку не советую. Переплатите немножко, но не покупайте пленку. 5 лет она у нас служила нормально. Все было идеально, все хорошо. Но прошло 5 лет. И на той срок годности кончился. Толь что. Пленка стала, во-первых, отходить. Особенно отходить стала, где плита. Вот смотрите. Вот видите. Я тут уже... Ну, она отходила. Потом сломалась. Приклеивали. Уже просто, может быть, если деньги будут, поменяйте фасады. Поменяем. Уже, конечно, с пленкой брать точно не будем. Потом, вот верхушка. Смотри, где плита. Верхушка. Вот. Видите? Отходит. Тут отходит. Вон, вообще, кошмар тут что творится. Пленка эта. Тут тоже приклеивала. Прям отошел целый кусок. Ну, короче, так издалека-то не видно. А вблизи посмотреть, особенно вот вверх. Ой, не вверх, а вниз. Вот где горячо. Горячо. Стал в первую очередь отходить, где посудомоек. Там же горячим моет. Стал отходить. Вот пять лет не отходила, все было нормально. Шестой-седьмой год все отходить стал. Так, это минус. И еще минус. Она выгорела. Она была у нас ярче. Вот. Не выгорела только вот этот. Вот этот шкаф. Вот посмотрите, какой он цветом. Яркий. И посмотрите, вот это. Какой-то коричневый, что ли. Вот этот сравнить и этот. Выгорела. Короче, не выгорела этот шкаф и этот. Видимо, сюда мало света попадает. Вот на эту сторону. А вот тут все. Все тут. Все выгорела. Уже не такой сочный. Вот видите, часы какие сочные, яркие. Вот такая была кухня. Сейчас какой-то цвет стал. Ну, короче, мне уже не нравится. Так что не советую кухню из пленки. И плиту мы тоже в это же время покупали. Не покупайте плиту, духовку, газовую. Вот этой фирмы. Это, по-моему, немецкая фирма. Вот это вот у нас и плита, и комфорки. Ну, комфорки, как обычно, газовые. А вот духовка, вот сами видели мои пироги, блин, вообще плохая, короче. Вот, и сейчас комфорки эти. Ну, у меня еще грязные, я не помыла. Сейчас поближе. Побрызгала, не помыла. Не обращайте внимания, что она грязная. Сейчас буду отмывать. Короче, комфорки, они близко. Они четыре, но они бестолковые. Размер, вот не знаю, я не могу сказать размер, не помню. Но мы пользуемся всегда двумя, в основном. Один и двое. Поставил две кастрюли, там, или кастрюль, сковородку. Сюда уже ничего нельзя поставить. Ну, если только маленький, маленькое что-то. Все. Толку от четырех комфорок нет. Надо или просто дверь взять, чтобы место меньше занимало, зачем тогда нужно. Или надо брать все-таки ширше, широкую, большую, чтобы, ну, вот, наверное, до стенки. Я не знаю, как, короче, продаются такие, нет. Ну, вот это вот комфорки, я специально. Вот видите, они у меня, был у меня газ. Вот так, как обычные комфорки. Тут и тут, тут и тут. Короче, такая же фигня. Ну, ничего не влазило. Влазило только вот на две. Все. Я специально взяла вот такие. Чтобы вот так, вот так, ну, вот, неровно не были. Думаю, ну, так, наверное, будет влазить. Нет. Вот на эти ставлю, а эти две пустые. Короче, вообще бестолковые какие-то. Легче две просто взять, и больше места будет, и толку больше.